Фестиваль Маны Фестиваль Маны Я приветствую всех на этой особенной неделе. Мы не знаем точно, когда вы будете смотреть эту передачу, до или после праздника Рождества. Мы находимся в особенном месте для меня и Пэм. Если вы никогда ее не встречали, я вам ее представлю. Пэм много трудится и много делает для нашего служения, но ей нравится оставаться за кадром. Я с трудом уговорил ее появиться в передаче. Я надеюсь на ваши положительные отзывы. Поддержите ее. Итак, вот что мы сделаем. Уже много лет я хотел провести одну передачу из нашего дома. Мы в нашем доме в Теннесси на кухне. Это любимое место Пэм. Она проводит здесь много времени заготовкой для семьи или когда у нас гости. Она отличный повар. Если вы бывали на наших мероприятиях и пробовали ее пирог с курицей или салат с курицей, который она сегодня приготовит, то вы поймете, о чем я вам хочу сказать. Она просто великолепный, чудесный, замечательный повар. Я знаю, что ты любишь смотреть разные кулинарные шоу и программы с рецептами. Открой, пожалуйста, нам секрет и расскажи. Свои секреты ты берешь именно в этих программах? Да, именно так. А ты когда-нибудь готовила для семьи блюдо, про которое узнала по ТВ? Да, мне что-то нравится. Я нахожу рецепт в интернете и готовлю. Есть одно блюдо, которое мне очень нравится. Это запеканка из цветной капусты. Однажды Пэм приготовила вот такую огромную порцию, и я съел буквально три четверти всей запеканки. И ты сказала, оставь что-нибудь для детей. Обычно этот сезон с ноября по декабрь я проводил в Израиле, и мы никак не могли снять эту передачу годами с Пэм в нашем доме. Пэм будет готовить, и мы будем разговаривать. Пэм, пожалуйста, расскажи, что у тебя тут? Это ингредиенты для моего куриного салата. Я уже приготовила курицу. Давайте я расскажу. Ее не надо варить. Многие варят курицу для салата. Правда? Я запекаю ее в духовке. Беру куриные грудки, добавляю оливкового масла. Я делаю маринад из масла и сезонных специй. Можете добавлять специи, какие вам больше. Почему ты запекаешь курицу в духовке? Это дает курице более глубокий вкус. При варке много вкуса вымывается. Так, получается вкуснее? Хорошо, я понял. И что еще ты добавляешь? Вареные яйца, виноград, острая горчица, а не обычные майонез и сельдерей. Теперь понятно, почему получается так остренько. Да, вы можете использовать обычную горчицу, если вам не нравится острая. Она просто придает блюду пикантности. Я делаю еще кое-что. Некоторые люди любят большие куски, и это нормально. Но я режу курицу на кусочки и кладу потом эти кусочки в блендер. Интересно. Если понаблюдать за Пэм, когда она готовит на наших мероприятиях, то увидишь, что ее рецепты немного отличаются от обычных. Но я не буду рассказывать ее секреты. Итак, ты кладешь курицу в блендер. Будет шумно. Все перемололось. И для детей так лучше, я думаю, без кусочков. Да, конечно, так лучше для детей. Мы так готовим в нашем кафе. Имеешь в виду на мероприятиях? Да, мы так делаем в кафе и на конференциях. В кафе Международного центра Омега мы проводим конференции. Главное событие и еще что-то. Пророческий саммит. И каждый раз Пэм что-то готовит. Она планирует заранее. У нее целая команда помощниц на кухне. Еще у нее очень хорошо получаются жареные пирожки. Ты пекла их для фестиваля Маны в октябре. Они вызывают привыкание. Это хорошо прожаренные пирожки. Вы их знаете, если вы росли там же, где и я. Я рос в горах Вирджинии, на юго-западе Вирджинии, если быть точнее. В те времена все женщины в церкви умели готовить. В 60-х годах у нас не было столько ресторанов и фастфуда, как сегодня, когда люди просто могут сходить куда-нибудь перекусить. Женщины готовили разную еду. Я помню вареники с курицей. Они были очень популярны. Еще одним коронным блюдом в маленькой пятидесятнической церкви, где мой отец был пастором, были жареные пирожки. Женщины помогали собирать средства для церкви, чтобы платить по счетам за электричество и так далее. Они часто пекли эти пирожки. Выходили на улицу и продавали их. Я помню старое доброе масло... Криско, да, точно. Да, да, старое доброе масло. Его использовали повсюду. Я помню пирожки поджаривали два раза, так что появлялась коричневая корочка. Ты так же делаешь, когда печешь свои пирожки. Но ты опять скажешь, что я много говорю. Давай я расскажу. Вот что я делаю. Вам нужен рецепт? Здесь 100 грамм куриных грудок. Я люблю добавлять вареные яйца в мой салат из курицы. Здесь уже 6 яиц. Я их натираю. Вы можете нарезать кусочками побольше, если вам так больше нравится. Но мне нравится так, как делаю я. Я хочу сказать, почему мне нравится такая нарезка. Когда у вас маленькие дети, они не будут есть обычный салат. Но если все нарезано так мелко, детей можно кормить с ложечки, и они не подавятся крупными кусочками. Поэтому мы все измельчаем. Я думаю о детях. Мы думаем о детях. Берем виноград без косточки. Красный или зеленый. В чем разница, по-твоему? Красный виноград слащий, а зеленый более терпкий. Можно взять оба. Но, как ни странно, раньше в салате я видел только зеленый. Берем около трех мисок винограда. Кажется, что это много, но все перемешивается. Да, я обожаю, когда много винограда. Также я кладу сельдерей. Мы не любим лук, поэтому мы его не используем. Но вы можете. Здесь полторы чашки порезанного сельдерея. И я люблю нарезать его в блендере. И поэтому получается довольно мелко. Я так понимаю, блендер – это твой лучший друг. Мне нравится блендер. Он облегчает жизнь. А этой салатницы нам хватит? Вот мы положили сельдерей. Да, салатницы хватит. Да, ты же уже это делала. Итак. Положим немного горчицы. Напомню, это не обычная горчица. Как она называется? Это острая горчица со специями. Сколько ты кладешь? Три столовые ложки. Вы можете положить больше. Зависит от того, как вам больше нравится. Добавляем чашку майонеза. Я знаю, это много. Но я люблю майонез. Думаю, уйдет вся чашка. Хорошо. И осталось сделать еще одну вещь. Давай помогу. Я буду хорошим помощником. Ты мой су-шеф. Здорово. У меня появилась новая работа. Перемешиваем все. Сейчас ты уже не кладешь все в блендер. Просто перемешиваешь? Нет, просто хорошо перемешиваю. Все можно нарезать в блендере, кроме винограда. На мой вкус я бы положил в два раза больше горчицы и майонеза. Думаю, так будет хорошо. Я обычно так готовлю. Сейчас все перемешаем и посмотрим. Хорошо. Вот что мы сделаем. Мы уйдем на перерыв. Расскажем кое-что нашим зрителям и вернемся. И мы расскажем нашу любимую историю. Наше самое яркое воспоминание о Рождестве. Мы скоро вернемся. Не переключайтесь. Мы снова в Кливленде, штат Теннесси. Это наш дом. Мы здесь живем. Мы на кухне. Это любимое место моей жены Пэм. Она проводит здесь очень много времени. Особенно во время праздников. Таких как День Благодарения, Рождество, Ханука. Вы понимаете, праздники, которые обычно проводят дома с семьей. Я видел, что ты что-то делала. Оказалось, что нам понадобилось больше чего? Нам понадобилось больше майонеза. Да, я был прав. Мы добавили еще пол чашки майонеза и около одной столовой ложки острой горчицы. Ты определяешь, сколько чего нужно в процессе, так? Да, при готовке я вообще ничего не отмеряю. Я просто готовлю, пока все не начинает выглядеть как надо. То есть вот так. Я не добавляю соль, потому что специи в маринаде курицы довольно соленые. Если все правильно, то больше соли не нужно. Как думаешь, для чего тарелки нам здесь понадобились? Скажешь мне, как вкусно получилось. Конечно, я уверен, что получилось очень вкусно. У меня нет большой ложки, но и этой должно хватить. Положи себе тоже. Посмотрите, выглядит хорошо. Мне нравится, что здесь есть виноград. Его сладость придает вкусу экзотичности. И сахар. Натуральный. Я правильно понимаю? Хорошо. Господи, спасибо за этот день. Я пробую первый. Очень вкусно. Ты не положила много горчицы, но я чувствую эту нотку остроты. Я говорю прямо как гости в кулинарных шоу. Горчица придает пикантность. А сахар в винограде делает вкус и текстуру довольно интересными. Я смотрю эти программы с тобой. Люди там все время чему-то восхищаются. То, как приготовлено блюдо. Не говори с набитым ртом. Я пытаюсь, пытаюсь. Надо остановиться. Мы все-таки ведем программу. Расскажи нам о твоем детстве. Расскажи нам о твоей семье. Какой была твоя семья? Расскажи, пожалуйста. У меня две сестры, мы очень близки. В семье мы все были очень близки, когда жили в Тускалузе. Сейчас я не там, но мы часто видимся, проводим вместе праздники. Я часто думаю о том, почему мы празднуем Рождество. Даже сегодня утром. Я думала о том, что Бог, Бог, Он радуется семье. Он ценит семью, для Него это важно. Он хочет, чтобы мы радовались в своей семье. Чтобы Ему получить семью, Он разработал план. Он состоял в том, что Он отправил Иисуса Христа на землю, чтобы Он жил как люди. Иисус умер и приобрел семью. Он хочет, чтобы мы были вместе, как семья. У тебя две семьи. Твоя родная семья и семья духовная. Церковь, христиане, Божья семья. Когда я думаю о нашей духовной семье, я считаю, что куда бы ты в мире ни поехал, неважно, в Индию или в Африку, ты встречаешь других верующих. Они верят в Господа. И они как члены семьи. Удивительно. Библия говорит о том, что кровь Иисуса делает нас одной семьей. Несколько лет назад вышла книга «Пять языков любви», и ты заставила меня ее прочитать. Это было очень интересно. Ты можешь вспомнить все пять языков любви? Первый – это подарки. Слова поддержки, привязанность. Все время забываю один. Почему всегда один забываю? Не помню, но их точно пять. Мы говорили об этом и выяснили, что твой язык любви – это определенное время с семьей. Люди, кто тебя знает, шутят между собой, что Пэм планирует семейный отдых за год до отпуска. Еще впереди шесть месяцев, но она уже спланировала каждый день. И это не преувеличение. Я говорю правду. В двенадцать пойдем сюда. «Три часа дня пойдем туда». В шесть будем делать то-то и то-то. Ты знаешь, это правда. Ты очень хороший организатор, когда речь заходит о семейных событиях. Когда мы росли и приближалось время, я использую слова «традиционное Рождество», потому что, как мы уже обсуждали, скорее всего, Мария забеременела Иисусом во время Хануки, то есть в декабре, и родила, вероятно, на праздник плодов. Но я не буду говорить о разных мнениях, если это не влияет на вашу судьбу вечности или ваше спасение. То это просто теологические дебаты. Иногда повод даже не стоит этого. Какой толк в спорах? Мы знаем, что Он пришел, это главное. Если приехать в Святую Землю, они рассказывают здесь, и Иисус совершил то-то. Одна церковь говорит, нет, это было там. Другая говорит, нет, это было вон там. Мне не важно, где это происходило. Я просто знаю, что это было так написано. Мы знаем, что Он родился, это главное. Как у любой семьи, у нас есть две части семьи. Со стороны отца и со стороны матери. Фамилия моего папы была Стоун, а девичья фамилия мамы была Бэйвис. Одна часть семьи, как я понимаю, скорее всего, имела глубокие ирландские корни по линии папы. А по линии мамы в основном были итальянцы. Но это невероятное смешение. Обе семьи жили в горах. Мы часто навещали их. Они жили в живописных местах. Это было целое путешествие. Было очень интересно, потому что, когда ты навещал семью, ты встречал родственников, которых ты очень давно не видел. И это всегда была довольно приятная, замечательная встреча, которая вызывала на наших лицах улыбку. И снег, мне это нравилось больше всего. Я как раз к этому перехожу. Мне сейчас даже стыдно об этом рассказывать. Когда мы только поженились, я сказал, Пэм, ты должна кое-что знать. На Рождество мы не поедем в Алабаму. Если хочешь, поедем до или после праздника. Но на само Рождество мы поедем в горы к бабушке. Но нам было весело, ведь так мы ехали часов десять, верно? Да, десять часов на машине. Мы ездили в горы, а там, конечно же, выпадал снег. Больше нигде снега не было, а там был. И снега было очень много. Было здорово. Детьми мы просто обожали играть в снегу. Мы лепили снеговиков. У дедушки были санки, и мы катались прямо по улицам, где ездили машины. Иногда это было даже довольно опасным занятием. Однажды мы чуть не заехали под машину. Все четверо, я, моя сестра и два кузена. Тогда мне не было смешно, а очень страшно. Иногда было очень холодно на улице. Гораздо, гораздо ниже нуля. Машины иногда не заводились. Да, машины иногда не могли завестись. Приходилось подогревать двигатель, чтобы завести машину. Но у нас столько воспоминаний. Я хочу кое-чем поделиться с нашими зрителями. Вот вы входите в этот сезон, когда вся семья собирается вместе. Но вы знаете, что со временем некоторых членов семьи может не быть с вами на следующее Рождество. Для меня это мой отец. Его уже, к сожалению, нет с нами. Бабушка и дедушка тоже давно умерли. Со временем, чем старше вы будете становиться, всегда кто-то будет отсутствовать за праздничным столом, когда семья будет собираться вместе. Может, у вас нет семьи там, где вы сейчас. Например, если многие члены семьи ушли с этой земли, и вы остались один. Если вам 80 или 90 лет, то большинство ваших друзей-христиан ушли к Господу. Я хотел бы сегодня вдохновить вас думать о хороших, прекрасных воспоминаниях. У тебя есть любимое выражение. Ты всегда говоришь, когда мы в отпуске, ты говоришь... Мы творим воспоминания. Мы творим воспоминания. Ты любишь делать много фотографий. У нас много фотоальбомов. У детей еще больше. Но они сейчас фотографируют на телефон. Нам приходилось проявлять пленку, печатать фотографии. Это обходилось довольно дорого, ведь так? Очень дорого. Сейчас на телефоне у людей тысячи фото. Мы любим иногда сесть в гостиной, достать фотоальбомы, смотреть фотографии и придаваться воспоминаниям. Чарли, наш оператор, подтвердит то, что я сейчас расскажу каждому из вас. Да, Чарли? У меня есть одно воспоминание. Только не уходите, пожалуйста, послушайте меня. Ну, куда же ты пошла? У меня есть сюрприз. Продолжай говорить. О, смотрите, она достает торт. Ты приготовила торт? Продолжай говорить. Погоди, для чего ты принесла торт? Мы уже заканчиваем программу. Ты всегда говоришь, что я не готовлю ничего без сахара. Поэтому я приготовила для тебя особенный шоколадный торт мокко без сахара. Вау, это невероятно. Только для тебя. И это не просто нож. Этим ножом мы резали наш свадебный торт. Я сейчас заплачу. Тут написано «Пэрри и Пэм» и «Дата». Это с нашей свадьбы. Ну что ж, тогда мне порезать торт? Это торт без сахара. Вау, это моя жена. Украшенный ягодами, шоколадом мокко. Правда, это благословение? Хорошо, я буду резать осторожно. Начинай с середины. Вот такая вкусная еда без сахара. А я уже подумал, что это что-то вкусное. А это... Вы только посмотрите. Я расскажу один мой секрет. Что это может быть за секрет? Я одержима искусственной едой. Это действительно так. Бывало, я накрывала целый стол из пластиковых блюд. Но этот торт выглядит совсем как настоящий. Где ты его взяла? Можно я задам тебе один вопрос? Надеюсь, тебе понравился твой торт без сахара. Если подумать, тут ноль калорий. Нет сахара, нет жира. Именно, чистый картон. Ты меня разыграла, и все это увидели. Вот почему я люблю эту женщину. С ней всегда так весело. Я должен сказать, что просто восхищаюсь тобой. Мы женаты уже 38 лет. Будет 39 2 апреля следующего года. Ты самая лучшая. Пэм. Я серьезно. Спасибо, ты тоже лучший. Я серьезно. Ты знаешь, что я серьезно. Когда я хвалю тебя, и никого нет рядом, ты говоришь, ладно, хватит уже, Пэри. Я просто хочу, чтобы все знали, какая у меня замечательная жена. У нас двое детей. Им 31 и 19. Какой разрыв. И у нас есть внуки. Спасибо, что были с нами. Было очень весело. Увидимся на фестивале Манны уже на следующей неделе. Оставайтесь с нами. Я слышал от людей много раз, не пропусти ни единого главного мероприятия за многие годы. Вас ждет величайшее откровение Божьего Слова. Лично я считаю, что на утренних служениях мы делились самыми практическими откровениями, которые я когда-либо слышал за 46 лет служения. Все мои пять посланий – новые откровения. Некоторые из них я получил совсем недавно. Я получил их в тайном месте молитвы. Это уроки, делающие ударение на победу над странными атаками врага. Я также включил их в послания важные пророческие обновления, учения о годе 5783, а также учения о власти Духа Святого в жизни верующего. Вот название всех пяти моих посланий. Пять пророческих предзнаменований, грядущих в 2023 году. Пророческий указ наблюдателей. Сатанинская засада и край, наполненный духом, восстанавливаясь от разрушения вашего мира сатаной. Как получить запрет для врага? Тони Скотт учил слово, которое открыло новый духовный уровень для людей. Его послание называлось «Живя выше целью царства». Рон Карпентер поделился словом под названием «Законная сторона молитвы». Томми Бейтс укрепил на звери и принес славу Господу посланием «Время высвободить сверхъестественное». Этот цикл с главного мероприятия станет реальной инвестицией в ваш духовный опыт. Он объяснит вам практику, а также даст истины, способные укрепить вашу веру. Есть четыре способа сделать заказ. Звоните по номеру, который видите на экране, или заказывайте через наш сайт. Вы можете заказать диски или DVD. Также вы можете отправить свой заказ по почте, по адресу которой указан на экране. Не забывайте добавить номер предложения. Просите предложение 22MECD, чтобы получить аудиодиски, или 22ME DVD, чтобы получить DVD. На DVD вы также найдете фото и местописания, которые помогут вам лучше понять смысл посланий. Вы получите диски за пожертвования в 55 долларов, а DVD за 95 долларов. Этот год был непростым. Вы могли столкнуться с трудностями. Эти учения дадут вам оружие для битвы, одобрение в духе и силу в вере. Они помогут вам разрушить твердыни врага. А пророческое обновление укрепит ваши сердца и ваш дух. Заказывайте свой экземпляр сегодня. Чтобы фестиваль Манны и дальше выходил в эфир. Через минуту мы вернемся к нам на кухню, где Пэм делится своим рецептом. Надеюсь, вам нравится наш сегодняшний неформальный выпуск. Обычно наша программа говорит об исторических событиях, пророчествах, практике христианской жизни и разных серьезных учений. Это здорово, но мы решили дать вам немного отдохнуть от этого всего. Заглянем за кулисы, так сказать, и я надеюсь, вам нравится. Мы скоро продолжим. А пока, позвольте я сделаю пару объявлений. Мы входим в Новый год. Никто не знает, чего ожидать, но мы продолжаем все наши проекты, которые несут Евангелие по всему миру через мощные пророческие и практические послания от Бога. Мы продолжаем проекты мировой миссии посредством телемостов с другими частями света. Я проповедую онлайн для людей, собирающихся под открытым небом. Современные технологии позволяют нам достигать тысячи людей из разных наций. У нас много планов на предстоящий год. Нам нужны ваши молитвы. Продолжайте молиться за нас. Мы также будем благодарны за финансовую поддержку для покупки оборудования, для осуществления наших планов. И, конечно же, будьте благословлены вы и ваши семьи на этой рождественской неделе. А теперь мы вернемся к Пэм. Она будет готовить для вас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...